Добрый день, уважаемые инвесторы. Мы с вами видим, что рисковые активы вчера были наделены прекрасным настроением. Собственно, оно было хорошим до заседания ФРС США и стало еще лучше после, скажем, оглашения итогов данного заседания. Во-первых, инвесторы крайне тепло встретили аукционы Минфина по размещению двух выпусков ОФЗ, в числе которых, как мы знаем, были самые длинные, почти самые длинные бумаги. Это 15-летние банды на 20 млрд рублей и 10-летние банды на 10 млрд рублей. Собственно, их удалось разместить в полном объеме, то есть планы были выполнены на 100%. Собственно, как мы уже ранее говорили, амбициозные планы Минфина были уместны, поскольку как раз толерантность к риску сейчас высокая и в таких условиях как раз ему и нужно пытаться выполнить план по удлинению стоимости заимствований. Собственно, вчера это было успешно сделано. Поздравляем Минфина с хорошим результатом. Сегодня, кстати говоря, на вторичном рынке ценовой индекс RGBI государственных облигаций, который рассчитывает Московская биржа, ведет себя крайне выразительно, подрастает на 0,84% и уже сейчас составляет 136,09 пункта. То есть, как мы знаем, вести относительно КУЕ были благоприятными, то есть пока сокращать объемы программы не собираются и не было сказано о том, что это в ближайшее время будет сделано. Это придало оптимизм, кстати говоря, и российскому рублю, который вчера укрепился по отношению к доллару США на 40 копеек, сегодня укрепляется на московской бирже еще на 23 с лишним копейки. Сейчас вот курс доллара составляет 31 рубль и 58 копеек. Такая динамика, она, конечно, во многом основана тоже на улучшении толерантности к риску. То есть и до этого были ожидания, согласно информационному фону, что не будет жесткого урезания программы КУЕ. Сейчас в целом они не ухудшились, а только улучшились. И рубль, соответственно, вместе с другими валютами, развивающимися стран, ведет такую победоносную борьбу и одерживает одну победу за другой. Сегодня настроение рубля явно пока остается восторженным и ожидаем, что он также закроет день в плюсе как относительно доллара США, так и относительно единой европейской валюты. А, собственно, Банк России вчера сократил объем лимита по операциям однодневного аукционного репо до 200 миллиардов рублей с предыдущих 390 миллиардов рублей. Сегодня также лимит сохранен на уровне 200 миллиардов рублей. Пока, скажем, дела с ликвидностью обстоят неплохо, поскольку регулятор во вторник солидно, скажем, пополнил банковскую кубышку посредством проведения аукциона недельного репо. Собственно, сильного перегрева мы не видим. Вчера индикативная Моспрайма по кредитам Овернайт приостановила свой рост предыдущих дней, да и до этого он был небольшим. В частности, вчера ставка снизилась на один байсный пункт. Сегодня цены корпоративных рублевых бандов могут выглядеть довольно-таки неплохо, поскольку мы видим, что вот как раз такой оптимизм на глобальных рынках он будет, скажем, какое-то еще время наблюдаться. Поскольку сильно переживали за долговечность ПУЕ, вот многое часть этих переживаний снята. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok